Всем доброе время суток, я Ольга и сегодня я продолжу тему о так называемых минусах или самых распространенных разочарований туристов в Сеуле, так будет вернее сказать, да? И по степени важности на втором месте после мусора идет такое явление, как корейские водители не уступают дорогу пешеходам! О май гад! Имеются в виду, конечно же, дороги, где нет светофоров, второстепенные дороги какие-то. Правда ли это, спросите вы? Отчасти, да, конечно же, правда. В Корее у пешехода нет безоговорочного преимущества, здесь скорее равные права у пешехода и у водителя. Вы, наверное, возмутитесь, как же так, ведь в случае наезда на пешехода это может стоить ему жизни. Что ж, в случае такой трагедии это может стоить жизни и тому, на кого наехали, и тому, кто непосредственно наехал. Посудите сами. Водитель потеряет все. Материально он останется пуст, морально убит. Представьте себя на его месте. И в лучшем случае он проведет остаток своих дней за решеткой. Но часто люди не выдерживают такого удара судьбы и сами лезут в петлю. К счастью, сбить насмерть человека на второстепенной дороге довольно сложно. Поток людей таков, что автомобили сами двигаются скоростью, наверное, еще меньше, чем пешеходы. Именно из-за потока, вот этого нескончаемого потока пешеходов в Сеуле, в Корее невозможно ввести такие ограничения, как, например, в России. Представьте себе такой закон в Корее. Автомобиль должен остановиться, как только пешеход подходит к обочине и желает перейти дорогу. Ну, смешно, глядя на эти кадры, да? Да город просто встанет. И какой же выход может быть из такой ситуации? Как они там вообще выживают в своей Корее, спросите вы. Выход один. Взаимное уважение. Автомобилист уважает пешехода. Но и пешеход ровно настолько же уважает автомобилиста. Это важно. Это создает полную гармонию. На многих улочках нет тротуаров. Автомобили и пешеходы передвигаются просто рука об руку по проезжей части. Это может напрягать, конечно, иностранца с непривычки. Но это совсем не напрягает местное население. Обратите внимание, насколько расслаблены люди. Они идут, они торопясь, не шугаясь каждого проезжающего автомобиля. А здесь закон один. Водитель ни в коем случае не должен сигналить пешеходу. Ни при каких обстоятельствах. Он может только тихо ехать вслед за людьми и ждать, когда его заметят. Пешеход же по возможности должен уступить дорогу автомобилю, соответственно, когда он его заметит. Как же переходить все-таки дорогу в Сеуле иностранцу, спросите вы. Так же, как это делают местные, берете и переходите. У корейских автомобилей хорошие тормоза, у корейских водителей отменная реакция. Даже если он едет на скорости, он, ну, вряд ли вас собьет. Успокоило, да? Вот иду я, да, перехожу дорогу. Нет светофора здесь, небольшой проулок. Я уже стала как кореянка, я даже не смотрю, едет машина, не едет машина. Просто выхожу на дорогу и иду. Кошмар. Также водители боятся и просто задеть пешехода, ибо всю оставшуюся жизнь ему придется оплачивать реабилитацию этому раненому человеку. А значит ли все это, что в Корее исключены случаи наезда на пешеходов? Конечно же, нет. И водители, и пешеходы, грубо нарушающие правила, всегда рискуют пострадать. Только посмотрите на это. Видите, что творят в Корее? Просто нагло перебегают дорогу. В неположенном месте. Вот пешеходный переход. И вот пешеходный переход, где светофор. Но ему нужно было перейти здесь, и он перешел, несмотря на то, что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десятиполосная дорога. Он просто взял и перешел. Подводя итог, хочу сказать, что в каждой стране существует своя система, подходящая исключительно данному региону и менталитету его жителей. Идеальной системы в природе не существует. Есть только более или менее эффективные. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!